Единомыслие Вот в образ Единства Святой Троицы Едины люди Объединенные в церковь И если мы говорим о христианах Еще объединенных в малую церковь Как семья То конечно и следует ожидать единства Как об этом говорит апостол Павел Он в послании к римлянам Говорит о том Что будь единомысленно Между собою Не высоко мудрствуйте Но последуйте смиренно Вот все сказано Высокомудрие То есть гордость Эгоизм Разрушают семью Последование смиренным То есть смирение семью созидает У святой императрицы Мученицы Александра Федоровна В ее письмах В ее дневниках Многократно встречается Одна и та же мысль Она говорит что эгоизм Убивает любовь А где нет любви Там какой может быть единомыслие Поэтому надо смиряться Друг перед другом Еще очень важная вещь Это совместная молитва Совместная молитва Хотя бы вечером Встать вместе Потому что в чем Реализуется наша церковность В малой церкви Как и в большом совместном Предстоянии Христу Поэтому очень советую С детьми Жене с мужем Вместе встать И прочитать учебные правила Уложить детей И потом доделывать какие-то дела Тогда и будет единомыслие Потому что вы не сможете Встать на молитву Например в состоянии ссоры Вам придется помириться Вы никуда не денетесь Иначе будет такой диссонанс Что совесть ваша Будет вас обличать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!